всем привет добро пожаловать на канал далее 60 меня зовут наталья и наконец-то сегодня я снимаю видео я повернусь к вам лицом вот и наконец-то сегодня да я решила выбрать видимо самый жаркий день для того чтобы снять видео потому что жара просто просто невыносимая но тем не менее я понимаю что я уже задолжала такое ленивое лето в плане того что мало снимаю но я хочу снимать просто ну не знаю видимо из-за жары нет настроения вот и также я сейчас меньше вышиваю потому что я больше шью одежду там кстати вот платье вы можете видеть на мне я его показывала в прошлом видео вставочка была вот ну ладно суть не в этом сегодня я снимаю видео с ответами на вопросы я просила вас под прошлым видео оставлять вопросы и хочу поотвечать и поболтать с вами также я буду потихонечку вышивать вот такой вот прекрасный процесс от джаз нэн сейчас я вам покажу полностью с этой работы я участвую в сп и елены x teachers dream вот и здесь конечно сильно сильно но как бы они нельзя отвлекаться от этой работы потому что ну тут часто закрепка и так далее но потихоньку пару крестиков чтобы как бы не сидеть сложа руки пока я отвечаю на вопросы итак давайте начнем и а и первый вопрос который мне задавали кстати хочу сказать вам большое спасибо всем кто задавал вопросы вот их было не очень много но поболтать все равно есть о чем я не готовилась к этому видео поэтому вопросы на вопросы буду отвечать спонтанно прям вот что в голову первым придет вот и давайте начнем первый вопрос издает ксения ксения спасибо за вопрос и он звучит так очень красивые работы вопрос как давно вы вышиваете если можно покажите ваши первые вышивки да к сожалению как я сказала я не подготовилась и первые вышивки будет непросто показать потому что они висят у моей мамы вот и в принципе вот одна из первых сейчас я попробую показать она здесь у меня рядом это вот такая работа она не первая но она одна из первых это реолис такое лавандовое поле это есть еще вторая работа к этой парная я здесь допустила гигантское количество ошибок здесь перепутан местами бисер ну в общем это ужас но в целом смотрится красиво вот я совершенно не стыжусь своих старых работ потому что ну понятное дело что опыт приходит со временем и первые работы корявые ну это абсолютно нормально вот и ну в принципе да особо больше нечего показать с первых работ потому что как я уже сказала не находятся не не дома то есть они находятся в другом месте и давно ли я вышиваю вот сказать точно 3-4 наверное лет пять да может быть чуть чуть побольше чуть больше пяти лет уже хотя недавно совсем мне казалось то всего лишь три года вышиваю на время летит быстро и получается что уже около пяти лет я вышиваю обалдеть сама в шоке но мне кажется что довольно быстро я освоила как бы все это и да какие-то там свои косяки я довольно быстро начала понимать начала шить правильно как бы и сейчас мне кажется у меня все нормально получается и даже сейчас я бы сказала у меня немножко ушла вот эта придирчивость потому что поначалу ты смотришь на свои крестики душ боже надо еще идеальнее теперь мне уже не надо как бы я вышиваю просто спокойно и если у меня получаются кривые крестики я очень сильно не заморачиваюсь ну прям совсем ужасные конечно такого нет но бывает да всякая кривые крестики это тоже нормально так сейчас я вышью первый крестик чтобы мне было проще дальше идти кстати у меня тоже есть к вам вопрос вы когда вышиваете вы ой точнее вы когда видео смотрите вы вышиваете или просто смотрите потому что я ну как бы некоторые видео смотрю вышиваю а некоторые видео я прямо смотрю то есть я прям особо такие вкусные видео я прямо смотрю глазами так давайте продолжим дальше марина задает вопрос так вопрос первый есть ли в планах что-то грандиозное типа на танцора марина спасибо за вопрос и привет тебе большой поясню поясню танцор это сэмплер большой очень сэмплер от ggr называется morris dancer да у меня ну в принципе я его еще не закончила танцор у меня также еще в работе находится большой очень сэмплер сэмплер вот коры эбо текора он тоже очень большой и не знаю когда его закончу но очень хочу эти сэмплеры обязательно буду заканчивать они ну то есть я их люблю и я их не брошу что-то грандиозное да у меня есть также у этот ggr сэмплер он не такой может быть грандиозный ну по размеру он может быть не такой большой как морис dancer но он более кропотливый потому что там огромное количество аппетитов то есть он вышивается аппетитами там большие участки аппетитов и ну в принципе по размеру он тоже приличный но он как бы поменьше чем морис dancer но сложнее и он у меня есть в планах но не в ближайшее конечно же время потому что я стараюсь сейчас больше десяти работ не плодить так и также второй вопрос что ты никогда не стала бы вышивать ну много есть такого то есть как сказать давайте так отвечу на этот вопрос в обычной жизни когда все хорошо и нам доступно все что есть да там милл хилл то есть есть разнообразие в таком ну как в нормальном состоянии я не стала бы никогда вышивать многоцветки потому что это вообще не мое вот эти картины ну или многоцветки на основе таких вот картин ну где просто гигантский фон зашивается то есть всякие вот эти огромные такие этого я бы я не стала вышивать никогда также ну что еще я бы не стала вышивать ну тоже никогда не говори никогда вот я говорю что если бы совсем ничего бы не было кроме этих многоцветок то ну наверное я бы стала вышивать потому что я не могу сидеть вот так сложа руки свободное время что надо что то надо делать вот поэтому если бы остались только эти многоцветки на планете земля наверное я бы их вышивала а так нет вот вот здесь твердо то есть многоцветки сто процентов не мое а и также ну детские какие-то сюжеты типа там львенка как вот такие мультики прям совсем я бы не стала вышивать ежиков ну вот целенаправленно да там не то что я к ежикам как-то плохо отношусь но всяких ежиков мышей там ну такие знаете детские немножко это не моя история я бы их тоже не стала вышивать ну вот наверное да вот эти вот а все остальное плюс-минус то есть я не могу отказаться полностью потому что иногда иногда бывают такие сюжеты вот чем-то зацепил и ты сам не знаешь почему он тебе нравится то есть каких-то супер границ нет но многоцветки это точно не для меня вот это сто процентов так давайте продолжим следующий вопрос от Кати Катерина Стич спасибо за вопрос и он звучит так расскажи про пять любимых работ про работы мечты и что бы хотела вышить в смысле нравятся ли мандалы и многоцветки твое отношение к ним ну вот тут да как бы в принципе вопрос похож пять моих любимых работ хороший вопрос ну вот у меня на стене в принципе висят работы ну это сто процентов это сто процентов будут два сэмплера от Сэнди Уортон это сэмплер от Роуз Гарден это сэмплер The Gathering Honey это сэмплер вот этот с кошкой с девушкой с кошкой то есть это уже три любимой работы и наверное Морис Денсер это четвертая любимая работа ну да Морис Денсер точно входит в этот список потому что я прям без ума от него и ну вот пятую трудно наверное мне выбрать ну пусть будет пусть будет вот эта работа от JustNan с ангелочком ну если вы не поняли то это сэмплер JustNan с таким металлическим ангелочком с сердечками на голубом фоне ну в принципе кто смотрит мой канал вы видели эту работу она довольно популярна Be My Valentine называется этот сэмплер ну вот наверное на данный момент это мои пять любимых работ но это все конечно же может измениться хотя я думаю что девушку с кошкой я никогда не смогу разлюбить я никогда не смогу мне кажется я просто обожаю эту работу вот если бы сказали выбери одну из всех этих да наверное я бы выбрала девушку с кошкой ну она просто не знаю вызывает мне какие-то нереальные ощущения волшебства вот так дальше нравятся ли мандалы да мне нравятся мандалы безусловно но я понимаю что я не буду их вышивать знаете во первых они ну они очень кропотливые большие они супер дорогие поэтому я думаю что нет есть мандалы поменьше то есть там есть плитки они симпатичные может быть когда-нибудь то есть это вот да вот такие огромные мандалы типа альпийской мандалы да она очень красиво вот то что Лена Ветрова вышивает или Роуз Гарден по-моему тоже Лена вышивала безумно красивые работы я даже когда-то думала ну может быть я соберу материалы может быть я вышью но нет это очень как-то очень вряд ли вот но мне очень нравится мандала она небольшая со стрекозами такая она ажурная вся очень красивая с розочками тоже вот ее возможно когда-нибудь если появится такая возможность собрать материалы я бы вышла очень красивая мандала но она не прям гигантская то есть она такая поскромнее вот но да мне нравятся конечно мандалы они красивые но не все некоторые мне не нравятся вот так ну и к многоцветкам в принципе я уже высказала свои отношения мне кажется у нас с Катей совпадает совпадает это отношение к многоцветкам так следующий вопрос следующий вопрос а я даже и не вышиваю видите так заболталась я мне на самом деле трудно и болтать и вышивать одновременно так следующий вопрос сейчас от Инессы должен быть вот что было самой дорогой вышивальной покупкой желаешь ли жалеешь ли ты о ней самое большое вышивальное открытие в этом году например новый дизайнер новый стежок новый вышивальный магазин и так далее что было самой дорогой вышивальной покупкой этот ангелок вот как раз таки Вима и Валентайна Джоснен я не знаю то есть смотрите обычно вы знаете да что Джоснен идет картон вот этот со схемой и пакетик эмбелишмента вот собственно я купила за как мне кажется очень дорогую цену вот этот кусок картона и несколько бусин и железный ангелочек то есть я считаю это была очень дорогая покупка вот поэтому да ну это было спонтанно то есть я увидела эту работу вышитой и потом она мне совершенно случайно попалась в инстаграме кто-то ее продавал и я схватила и поняла что ну это конечно очень я дорого заплатила даже не буду говорить сколько мне стыдно вот и я считаю что это была самая такая знаете импульсивная покупка но я заплатила как мне кажется очень дорого потому что за эти деньги можно было бы купить gold вот dimension с большой набор ну вы поняли короче я лоханулась ну потому что я знаю что можно было купить дешевле но мне нужно было прямо сейчас здесь и сейчас срочный и вот я схватила поэтому да я считаю это моя самая дорогая покупка так как мандалы я не покупаю вот но я имею ввиду именно на одну работу то есть это ну и считайте еще мне пришлось еще ткань сюда докупать нитки ну не нитки да если бы пришлось да потому что ткань у меня была нитки у меня тоже были но все равно это пипец и там еще идет креник и креник я тоже покупала то есть это вообще какая-то космическая работа и плюс я еще и оформила ее с паспорту блин да она золотая просто эта работа хотя это очень маленькая вот прямо такой малюсенький такой сэмплер вот поэтому да ужас нет нет я о ней не жалею ну то есть я наверное жалею о том что я ну просто поспешила да то что я ее купила и вышла вообще никаких сожалений что оформила нет у меня никаких сожалений потому что ну безумно красивая работа так и самое большое вышивальное открытие в этом году новый дизайнер наверное для меня ну не совсем в этом году ну просто в этом в начале этого года я подкупила так прилично это джаснен и для меня стало большим открытием именно то что можно вышивать джаснен во первых подбором это да как бы я попробовала и это стало для меня открытием то есть я достаточно много чего уже вышила подбором от джаснен вот и еще я очень полюбила всякие вот такие вот штучки вот ну то есть тоже от джаснен прикладушки такие маленькие да и для меня это тоже стало открытием потому что до этого я на все это смотрела ну типа ну какая то ерунда просто зачем это надо пыль собирать вот а потом я вышла первое свое без корнеу вот из этой серии но только новогодней кстати вышла подбором и я просто обалдела от результата я поняла что все я влюбилась и это было для меня большое открытие также новый стежок ну это не то чтобы открытие да было такое что я попробовала мережку вышивать мне очень понравилось такое маленькое открытие но все же вот по вышивальным магазинам наверное ничего не скажу потому что ну особо ничего нового не было все все старое вот спасибо инессе за вопрос и мы едем дальше так дальше сейчас вот дальше селена кростич задает вопрос елена вам тоже привет спасибо за вопрос какой любимый производитель схем и наборов и почему именно он ну опять же смотрите здесь ну вы же понимаете что сегодня ты любишь одно а завтра любишь другое но по крайней мере на сегодняшний день я бы сказала что я по-прежнему очень люблю милл хилл а и кстати открытием стало также то что милл хилл старый тоже можно вышивать подбором вообще без проблем значит это милл хилл и наверное это джаснен и ну может быть шепардс буш но я его мало вышиваю мне очень нравится но я его мало вышиваю поэтому я скажу что на данный момент самые любимчики мои это милл хилл и джаснен но милл хилл я давно люблю был период когда я вообще сходила по нему с ума вот а вот джаснен он вошел в мою жизнь не так давно и прям прям любовь случилась вот поэтому наверное я скажу что это мои любимые производители так ну почему почему потому что это работы в которых ты быстро видишь результат эти работы очень интересно вышиваются они милые они какие-то волшебные ну вот милл хилл вы понимаете что это такая прелесть вот эти все бусинки пуговка ну все какое-то такое очень душевное поэтому мне кажется что невозможно не любить милл хилл хотя я знаю что многие его не особо понимают ну может быть немногие ладно есть такие люди которые его не особо понимают я просто я как увидела его первый раз так и влюбилась джаснен ну тоже он всегда получается милый вот у джаснен в принципе все очень милое нежное такое и тоже вышивается интересно много разных стишков бисер часто используется то есть это эти работы не дадут вам соскучиться и также много вот этих милых всяких прикладнушек очень прикольно потом когда ты всего это навышевал все это навышевал потом это все достаешь перебираешь ну как можно такое не любить ну смотрите какая милота просто получается вот поэтому я очень люблю эти сюжеты притом у них еще посмотрите и шармики такие классные используются вот как в этой работе ну кстати какая прелесть просто очень миленькие работы ну а так как я любитель всего миленького такого вот хорошенького розового то конечно я выбираю для себя такие сюжеты хотя опять же я считаю что ну я вижу точнее что не все любят джаснен и тоже не все его понимают ну так же он конечно не супер бюджетный и да я согласна с тем что ну иногда цена завышена потому что здесь нет материалов получается вы платите за схему и пакетик с несколькими бусинами ну такое да но знаете хочется вот давайте дальше тогда пойдем так расскажите так волна ну такой ник спасибо за вопрос как так сейчас секунду значит вопрос такой какой формат рукодельных видео вам нравится смотреть так ну смотрите тут все просто мне нравится смотреть итоги месяца и итоги года всякие короче итоги очень люблю сейчас вот девчонки многие снимают итоги за полгода я думаю что может быть тоже надо снять такое видео почему нет лишний раз покопаться в том что ты вышел посмотреть вполне себе интересно и другим интересно посмотреть вот ну наверное вот этот формат самый любимый также покупки я думаю что у большинства это любимые видео потому что они набирают больше всего просмотров поэтому да всегда конечно интересно кто-то говорит я там купил это 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 всегда очень интересно заглянуть кто что покупает это как заглянуть в шкаф да к рукодельнице вот еще я люблю видео когда показывают запасы это тоже классные очень видео запасы и всегда эти видео вдохновляют на покупки или или покопаться в своих запасах тоже ну то есть такие видео они дарят вдохновение потом когда показывают итоги там часто бывают уже вышитые готовые работы и у тебя всегда есть возможность увидеть как выглядит таин или иная работа уже готовая и соответственно тоже вдохновиться вот поэтому наверное вот так я отвечу на этот вопрос так едем дальше так едем дальше сейчас я просто смотрю не все написали вопросы спрашивали в какой земле растет клубника но я думаю это просто вопрос не для видео но я ответила в какой земле у меня растет вот так Настя спрашивает планирую ли я оформлять маячки сейчас объясню маячки от сейчас я вышиваю третий маяк вот у меня он на каком этапе находится это знаменитые очень маячки и сейчас я вышиваю уже третий и отвечу я конечно же хочу их оформить очень у меня даже есть место на стене где я вижу их но не знаю буду ли оформлять их каждый отдельно или все четыре вот в такую панель если все четыре в одну как бы такую большую работу то тогда не знаю куда повесить а если по одному или по два то есть два с одной стороны два с другой тогда да тогда у меня есть место и очень здорово там прям будет стена на но пока я не буду ничего оформлять потому что я хочу вышить все четыре маяка и понять как их оформить все вместе чтобы они классно друг с другом смотрелись безусловно такие работы я считаю надо оформлять они безумно красивые они создают очень классное настроение и когда ты на них смотришь ну это прям ну классно то есть можно разглядывать очень долго можно смотреть на эти маяки о чем-то мечтать поэтому конечно я бы хотела да я вообще все свои работы хотела бы оформить ну просто не знаю куда это все вешать вот так дальше там просто от насти еще будет несколько вопросов давайте я тогда сразу на них и отвечу потому что насть задавала мне а вопрос еще в инстаграме за что большое тебе спасибо так вот следующий вопрос самый необычный самая необычная вышивка самая необычная моя вышивка я считаю это джокер почему потому что я понимаю что больше подобное я выше то есть вряд ли я когда-нибудь буду вышивать что-то еще подобное это настолько вообще выбивается из того что я обычно вышиваю потому что ну довольно мрачная такая работа на черном фоне с таким злодеем но тот момент меня очень вдохновила эта работа если кто-то не знает это джокер по схеме от надежды григорьевой это дизайнер вот и эта работа страшная ну в смысле она такое настроение имеет очень мрачная и страшная поэтому я даже оформлять ее не планирую но считаю что она необычная потому что она для меня не свойственная вообще не много людей вышивают такие работы и также космос от паны млечный путь от паны тоже довольно нетипичная работа для меня потому что она тоже такая вся темная космическая хотя я считаю что это такой вариант веселенького космоса вот это две необычные работы которые я скорее всего не буду оформлять хотя только что сказал что я все работы свою хочу оформлять но вот эти работы я не вижу их ну среди вот этих вот всяких мелхильчиков да там ну потому что они вообще очень другие и спросите тогда вы почему ты их вышивала если ты не хочешь оформлять просто нравится то есть не все что я вышиваю я хочу оформить да но есть есть какие-то работы которые просто хочу чтобы были у меня вот и все вот поэтому вот наверное космос и джокер это мои самые необычные работы на мой взгляд кстати напишите как вы считаете вот если вы смотрите мне уже достаточно давно и помните что я вышивала потому что я понимаю что невозможно запомнить все работы блогера но если вы вот помните какие-то работы напишите что вы думаете какие вы считаете работы у меня самые необычные интересно было бы ваше мнение узнать так и дальше настя спрашивает меня самый экстремальный поступок в жизни вот это прикольно но сейчас настя может быть удивиться и все остальные но я вообще не экстремал то есть я знаете для меня экстремальный поступок лично это скатиться с водной горки то есть это уже для меня экстремальный поступок я настолько не про это вообще человек я не люблю высоту я не люблю риск совершенно в детстве было немножко попроще с этим а сейчас нет то есть я очень во первых очень тревожный человек поэтому я не совершаю каких-то таких рискованных поступков и вот я даже задумалась какие у меня могли да и нет правда вот ничего такого сверх рискованного я не делала но в детстве мы все лазили там по крышам по каким-то опасным местам по стройкам и так далее я не считаю это экстримом потому что это у большинства детей девяностых было вот вот поэтому наверное ну там в заброшки какие-то мы ходили ну наверное это такой экстрим так себе экстрим конечно ну нет нет я даже не могу ответить на этот вопрос потому что правда у меня не было никаких экстремальных поступков в жизни типа знаете привязать санки там к троллейбусу и ехать такого у меня не было никогда вот наверное я разочарую может быть кого-то но я вообще не экстримал дальше любимые фрукты любимые фрукты сейчас лето и я ем много сейчас фруктов потому что раньше мне было нельзя из-за проблем с кожей с аллергией а сейчас ну как бы мне врач разрешил есть и я прямо лопаю много поэтому прям с таким удовольствием на этот вопрос сейчас отвечу что я наверное любимые самые это черешня арбуз ну вот черешня и арбуз и клубника на первом месте хотя это типа ну уже ягоды да вот скорее чем фрукты и ежевика это тоже ягода вот ну наверное абрикосы еще вот абрикосы если вкусные сладкие я люблю вот это самое-самое любимое все остальное вот как бы я спокойно ну яблоки так груши там вот это все ну так иногда я ем но не прям фанат скорее видите я больше ягодница то есть я больше люблю ягоды вот а какие еще фрукты у нас есть груши бананы вот это все и манго вот манго просто обожаю вот такие наверное самые любимые но сейчас я состою мне кажется из черешни потому что ем очень много вот и моя любимая черешня кстати белая вот так если кому-то вообще это интересно вот все настя спасибо еще раз за вопросы я на все ответила и смотрим кто еще задавал вопросы так 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 а наверное вот и все да в принципе на этом все ну тут просто задавали вопросы там как я ткань красила надо кстати снять отдельное видео потому что меня вот спрашивали несколько раз как я красила ткань вот на этот треугольничек а на этот треугольничек я красила ткань сама а вот на этом треугольник ну здесь я брала ткань уже покрашенную от равномерка на траве вот в общем то да я ответила на все вопросы как я сказала их было не очень много хотя я наболтала на 31 минуту все я буду на этом заканчивать просто приятно было с вами поболтать если вам понравилось видео ставьте лайки не забывайте обязательно подписываться пишите комментарии я всем отвечаю вот и спасибо вам за то что смотрите за то что общаетесь со мной и до встречи в следующих видео всем пока пишите комментарии пишите комментарии пишите комментарии пишите комментарии пишите комментарии Продолжение следует...